С какой целью были оптимизированы государственные программы с 37 до 23? Какой эффект ожидается и какова экономия? Давайте вспомним, как мы проходили на программный метод управления. Это было 5 лет назад. В 2012 году были сформированы 37 государственных программ и в течение всех 5 лет они носили ведомственный характер. То есть одно ведомство, одна программа. Сегодня с учетом того, что завершается реализация схемы 2020, разработан проект стратегии 2030, который проходит широкое обсуждение. Причем обсуждение идет не только с депутатским корпусом, идет обсуждение общественности. Но я хотел бы сказать, что есть люди, которым очень небезразлично, как будет развиваться наша республика. И здесь важны, конечно, стратегические посылы, которые зафиксированы в этом документе. Мы определили 7 приоритетных направлений в стратегии 2030. Понятно, что это проект, что это обсуждаемо. И уже сегодня в рамках 7 основных направлений мы переформатировали 37 государственных программ. То есть, например, такое направление очень важное, как развитие человеческого капитала. Абсолютно понятно сегодня, что это очень важный вопрос. Это главный вектор развития нашей республики, человеческий капитал. И в этом вопросе задействовано несколько министерств и ведомств. Соответственно, мы предложили те государственные программы, которые реализуются этими ведомствами, их объединить в одну. Часть программ осталась за ведомствами. И, соответственно, сегодня мы имеем возможность в рамках того финансирования, которое сохраняется. Нет никакого секвестра практически. Может быть, там отдельные направления будут финансироваться более приоритетно. Другие направления утратили свою актуальность. Это позволило нам сформировать более четкие индикаторы. Это позволило нам сформировать более конкретные мероприятия. И, соответственно, те целевые задачи, которые сформированы сегодня в 23 государственных программах республики, разработка которых заканчивается, то, соответственно, это позволит, на мой взгляд, более эффективно, рационально и целенаправленно использовать те бюджетные ресурсы, которые сегодня имеются. То есть, получается, вот эти вот программы в какой-то степени были как оптимизированы? Либо экономия... Я бы не сказал, что это идет оптимизация, потому что параметры финансирования, они сохранились. У нас возникли, может быть, новые мероприятия. У нас структурно, может быть, эти программы поменялись. Но я говорю, что какие-то мероприятия уже не надо финансировать. И поэтому прошло некое перераспределение внутри государственных программ.